Ребята, сегодня 12 число, на улице 35, на солнце, наверное, все 40, очень сегодня жарко, и так, ребята, смотрите, что откопал, и это чугунок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ребята, всем привет. Сегодня очередной выход, и снова у нас сегодня шурф. Последние видеосюжеты вы, наверное, видели, что по старине в основном. И приехал я на старый шурф, который недавно был, 35 монет отсюда вытащил. Шурф довольно-таки интересный тем, что он непонятный. Шурфил я дом или что, но монеты шли. И я вернулся сюда, дабы появилось очень много критики в мой адрес по поводу того, что монеты все подброшены. Вот, и приехал я сюда, вернулся специально вам показать и доказать, что здесь, в принципе, есть монеты. Но если вы меня видите, значит, есть. Если нет, то ничего я больше здесь не нашел. Любопытно то, что вот это вот место, которое я шурфил в прошлый раз, очень было много находок. И это не домовая яма, это не фундамент, это я не знаю, что. Но монеты были полосой, именно полосой. Я предполагаю, что это, возможно, край дома, потому что в основном монеты бывают вдоль венца. Вот, и не знаю, то ли это венец, то ли это проходная часть чего-то. Вот, и я сейчас буду искать другую часть венца. Либо она ушла туда, чуть-чуть в сторону, или же она пошла вот в кусты, которые здесь вот. Ну, сейчас я посмотрю, вот. Если ничего не будет, то я смещусь в другой фундамент. Прям в прямом смысле фундаменту здесь неподалеку имеется, кто-то разрабатывал. Я тогда верховую там копеечку поднял, советскую, правда, гнилую. Ничего интересного, где-то 60-е годы. Вот, видно, может быть, его и не дошурфили, и я вернусь. В общем, моя сегодняшняя задача вам снова показать. Если находки будут сплошь и рядом, то запишу, конечно же, онлайн. Если нет, то уж обвесудьте, ничего здесь больше нет. Ну, попытка, не пытка, надеюсь, что я что-нибудь еще и найду на этом фундаменте. Сейчас вот встретил сюда, когда ехал двух комрадов, знакомых комрадов. С одним очень с детства даже дружили. Копают они металлолом. Лоба на Нивах, один даже с прицепом. Приехал с Тольятти. Представляете, сюда и с Тольятти, это жуть полная. Рассказали очень довольно-таки много интересных вещей. Хотел я, конечно, на видеокамеру записать, но уже было поздно. Тему уже подняли. А тема была любопытна тем, что именно по продажам своих находок. И неприятные вещи они, конечно, рассказали. Говорят, что очень много занимается кидаловым. Именно на различных аукционах, на форумах. Как-то бывало, одного комрада кинули на 47 тысяч. Другого на 60 тысяч. Все-таки я не знал об этом, но, оказывается, кидалы есть еще и те. Так что будьте аккуратны при продаже своих монет дорогих. Даже аукционы не защищены от этого. Так что посмотрим. Вступление есть, я думаю, что-нибудь откопаем. А фундамент вот за моей спиной. Сейчас я вам его показываю. Вот видите, бетонные еще остались куски фундамента. Это не означает, что фундамент совсем советский. Его еще могли обкладывать для того, чтобы венцы не гнили. Так что я никогда не расстраиваюсь, не отчаиваюсь, если фундамент залит бетоном. Я уже об этом говорил почему, зачем и как это происходит. Так что ладно, вступление есть, так что поехали дальше. Итак, ребята, снова я себя показываю. С того места, где я изначально начал. Там что-то у меня не задалось. Верховую все пошукал, посмотрел куски кровельного железа и на этом все. Нормальной добротной засыпки нет. И я все-таки взялся и решился. Который я вам показывал фундамент. Вот он. Тут он шурфленый. Сейчас я вам продемонстрирую. Он шурфленый. Но в прошлый раз я зашел, одну копеечку здесь поднял. Верховую. Просто не копая. Сейчас тоже монетку двушку поднял. Тоже верховая, не копая. И один добротный классный сигнал. Я вам его сейчас продемонстрирую. Находка, я считаю, стоит вашего внимания. Потому что это не монета, а приятная вещица. И сейчас во всей красе я вам ее продемонстрирую. Фундамент копанный, повторюсь. Буду делать перешурф. Вот с того места я переехал. Вот кусты. Напротив стоял дом. И здесь дом. Улица проходила. Машину перегнал сюда. Верховая была двушка. Сразу видно по ней, что это верховая. Не грязная. 79-й год. По-моему, 79-й. Мой год. Год рождения. И находка, знаете, меня порадовала чем? Выпала вот такая фиговина. Я сначала подумал, пуговка. Но когда начал пальцем протирать, смотрите, что. Находка-то приятная. Вратка, по-моему, нету. Или есть? Враток есть, но он прогнил. Да. Сейчас я его с вашего разрешения смочу. Извиняюсь, конечно. Но это для лучшего визуального. Класс. 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 Проглядывается эмаль. Звезда. И перекрещенные ружья. Это, по-моему, стрелок. Отличник. Я, конечно, его помою. И во всей красе вам покажу. Но вещь зачетная. Вот из этой вот засыпки вытащил. Вот здесь вот. Видите? Это старая засыпка. Это моя свежая. И все выкидываю за пределы фундамента. Видите? За пределы. Тот, кто здесь шурфил, все скучивал вовнутрь. Столбушки стоят невыдернуты. Значит, здесь глубоко нужно копать. Вот еще столбушок стоит, в принципе, довольно-таки крепко. И если находки и будут, то здесь надолго. Ох, как тут надолго. Еще раз вам покажу. Видите? Стоит бетонный. И вот здесь вот есть такие вот впадины. Вот они, впадины. Это впадины от бревен. То есть, в свое время был дом. О, даже здесь вот, видите? Наглядно. Вот он сам сруб. И потом его еще снаружи заливали бетоном. Чтобы дерево не гнило. Здесь копали, возможно, и искали закладной. Вот. Вот если закладные есть, то мы с вами... Там, правда, тоже угол раздолблен. Ну, в принципе, ладно. На день, на весь сегодняшний день хватит. Солнышко у нас сверху. Будет перемещаться сюда. В общем, тенек у меня будет. Фундамент сам на солнышке находится. Но приходится, будет жарковато. И будем прятаться. Так что, классно. Первая находка зачетная. Классная. Итак, ребят, давайте оторвемся от копа. И я вам расскажу об этой удивительной находке. А удивительна она действительно тем, что это членский знак. ОСААРХИ. Аббревиатура расшифровывается следующим образом. Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Просуществовало с 1927 по 1948. В 1948 году разделился на три общества. Это ДОСАРМ, ДОСАРП и ДОСФЛОТ. Благодаря этому обществу были введены следующие знаки. Готов к труду и обороне и Ворошиловский стрелок. Находка действительно интересная и встречается не так уж часто. Ну а сейчас возвращаемся снова на коп. И я вам расскажу еще не менее оба интересной находке. Итак, ребят. Вот здесь вот что-то я подустал. Из находок... Где она? Вот она. Из находок 2 копейки 1937 года. И следующее, где я зашурфился. Решил в тенечек убежать от солнышка. Солнышко уже начинает припекать. Сопутки хорошей нет. Но здесь была печь. Большое обилие кирпича. Возможно печь. И вход был, наверное, все-таки здесь. Ну и меня на удивление кругляшок порадовал. Вот он, кругляшок. Это у нас царь. 3 копейки. 1899 год. Ох, порадовал, честно говорю. Порадовал тем, что... Неожиданный. Крупный. И довольно-таки неплохого внешнего вида. Хороший, хороший. Приятный монитос. Так что попробуем здесь дальше. Вот этот холм надо полностью срезать. Вход был здесь. И нужно вот это место как раз прозвонить. Камеру далеко убирать не буду. В надежде то, что сейчас монеты одна за другой будут сыпаться. Очередная, ребят, монета. И монета советская. С какой-то лепешкой, как кашкой. 1937 год. 2 копейки. Был бы 20-й. Было бы классно. 1937? Нет, 1932. Я думал, 1937 год. И старый герб не может быть такого. 1932 год. Ладно, пойдет. Три монетки. Тоже хорошо. Продолжаем. Итак, ребят, небольшая интрига. Выкопал, смотрите, что. Что внутри, как вы думаете? Каша? Не знаю. Сейчас вместе с вами будем смотреть. Так. Ничего внутри нету. Был бы кладик. Ох, какой я был бы счастливый. А внутри пустой. Да. Пустой. Вот такой зачетный горшочек. Кстати, обломок тут еще есть. Нет, не от этого. Здесь он как без глазури. Здесь обычный. Но похоже. Ладно. Хороший горшочек. Оставим тут. Будем искать горшочек полный. Итак, ребята. Дернул я еще несколько монет. Это пятнашка 61-го. Ничего серьезного. И еще одна монета тоже. Это уже 20 копеек. Но она у нас с манистой. Видите отверстие? Это у нас маниста. Обидно, досадно. Ну ладно. 20 копеек. 32-го года. Сейчас вот что я думаю. Наверное, углубиться в лесок сходить. Вот сюда вот. В поисках нового шурфа. Потому что за кем-то шурфить это двойной труд. Почему двойной? Тем, что не знаешь куда идти. В смысле, где не шурфленая. Все находки, которые верховые были, их, конечно же, Камрад поднял. А углубляться глубже, это нужно двойной труд. Перешурф всегда тяжел, ребят. Всегда тяжело. Так что сейчас пойду туда вот, в этот лес. Возьму с собой только прибор, лопату и камеру. И отправимся туда. Если там что-то есть, то машину перегоню поближе. Пойдем поищем новое перспективное место. Итак, ребят, хожу по лесу и ориентируюсь на копки старых Камрадов. И, конечно же, на обломки кирпичей. И был сигнал. И я ни в коем случае не ожидал такой откопать. Сегодня просто пруха. Смотрите, что откопал. Бегунка. Офигеть. Жалко, конечно, без воротка. Ну, блин, вот это, да. Офигенная находка. Эмаль вроде на месте, просто грязная. Но находка прям огонь. Вообще ништяк. Вот это везуха. Вот это пруха. Причем здесь кругом все копано. Вот копки. Вот старые, наверное, года 2-3 назад. И если вот посмотреть в окружности. Вот, 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 вот. Вот здесь вообще все перекопано. И вот мой копок. И здесь находка. Вообще огонь. Вот это пруха. Ништяк. Не зря сегодня вышел. Сейчас мы здесь немножко походим. Посмотрим, если следующий сигнал и хорошая засыпка будет. Может быть, и здесь остановлюсь. Потому что, ну, похоже, похоже, что был дом. Но не знаю. Видно будет. Закаляйся, если хочешь быть здоровым, постарайся. Забыть про докторов. Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоровым. В 1931 году в СССР появился проект о физическом испытании граждан страны. Основной задачей стало заинтересовать население спортом. Для этого особо выдающихся спортсменов в том же году был придуман отличительный знак, имевший название БГТО «Будь готов к труду и обороне». В декабре 1931 года выдали первые значки, отличившимся 35 спортсменам. К концу 1932 года значки получили уже почти 500 тысяч человек. «Будь готов к труду и обороне», – зовет Родина. «Будь готов пробежать 100 метров за 15 секунд. Проплыть 100 метров. Пройти на лыжах 10 километров. А там, где не бывает снега, совершить спеший переход. Будь готов, будь сильным, закаленным, мужественным». Для получения такого значка необходимо было пройти испытание. Всего 21 испытание. В основу легли возрастные ограничения. Теперь значок БГТО получали дети от 14 до 15 лет. Значок ГТО первой степени с 16 лет. А значок ГТО второй степени с 19 и старше. В последующие годы и возросли возрастные рамки, позволяющие получить значок ГТО. Этот диапазон составлял от 10 до 60 лет. В 1991 году знак ГТО упразднен, так как с распадом СССР исчезло такое понятие, как нормативы ГТО. Нормы ГТО-2 могут сдавать люди в возрасте от 19 до 45 лет и старше. Причем без ограничения возраста. Но для пожилых людей нормы, конечно, установлены с учетом их возможностей. А готовиться к сдаче норм им лучше всего сообща в специальной группе. Начали! Господь, я умираю! Нагрузка не велика для вас. Итак, ребята, смотрите, что откопал. Это чугунок. И сейчас я буду вам показывать. Забитый. Забитый чугунок. Итак, интригу оставлю. Досмотрите видео до конца. И я вам покажу, что внутри. Пусто или густо. Так что до конца вам придется смотреть. Вот такой маленький чугунок. Впервые такой маленький откапываю. И, наверное, ладно. Об этом в конце видео. Зачет. Итак, ребят, здесь вот чугунок нашел. И вот смотрите, что я нашел в кустах. Видите? Каменный фундамент. Правда, здесь плиты, бетон, белый кирпич. Но факт в том, что там-то старый фундамент. Вот смотрите. Вот это, да? Вот это уже интересно. И мы, наверное, сейчас пойдем. Смотрите, он какой. Ой, он большой. Он оттуда. И вот проходит сюда, 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 сюда. И здесь вот такая вот насыпь. Сейчас я вам покажу. И вот здесь такая вот насыпь. Дом. Точно был дом. Сирень. И большой дом был. Правда, здесь уже закладывали шув. Не знаю, удачный нет. Но немного здесь поковырялись. Так. Вот он дальше идет. Вот он. И туда. Большой домик был. Пожалуй, наверное, попробую здесь на несколько штыков снять. И посмотреть, что у нас будет. Красный кирпич. Ну, и здесь пытались шурфить, ребят. Много лет назад. Особенно вон там он. Так. Вот. Стоял вот так вот. Ладно. Сейчас проверим. Интересный он или нет. Первым делом, конечно, начну со стен. А в частности, вот это вот, наверное. Наверное, в первую очередь. И посмотрим. Вопрос в том, что куда сбрасывать весь грунт? Непонятно. Туда жалко. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Итак, ребята, еще один брат-близнец. Еще один горшок. Второй. А он пустой. А тот горшок, вы видите, в конце выпуска. Классно. Заберем. Итак, ребят, фундамент классный. Мне очень понравился. Тем, что есть царское стекло. Черные горшки. Керамика. Это означает, что царский период. Всем мне нравится. Вообще классно, классно здесь. Но глубоко больно. Я уже сделал три штыка лопаты. Лопата 37 сантиметров. Это больше, уже больше полметра углубился. Но, к сожалению, цветных сигналов нет. Глубоко надо копать. Вот. Так что, до лучших времен, наверное, оставлю его. Он потому что огромный. Может быть, с пацанами сюда заеду. Но фундамент вообще классный. Мне понравился. Находится в тенечке. На окраине деревни. Каменный фундамент. Столбушки стоят. В общем, все классно. Прямо от души. И засыпка. Сопутки, правда, мало. Потому что он глубокий. Я еще не докопался до нормального культурного слоя. Но все-таки встречается. И, наверное, пойду к машине. Потому что я пришел без воды. Без всего. А сушняк уже жуткий. Так что, сейчас, наверное, поближе к машине перейду. Так что, фундамент классный. Но, к сожалению, пока без находок. Ну, два горшка поднял. Один пустой. А другой в конце выпуска. Посмотрим, что у нас там. Ну, и все, наверное. Закругляться будем с этим фундаментом. И пойдем на поиски чего-нибудь другого. Итак, ребят. Двушка. Тридцать второго года. Достойно внимания. Тридцать второй. Видите, да? Но гурт-то гладкий. Гладкий гурт. Это разновидность какая-то, что ли? Смотрите. В каталоге двушка. Тридцать второго года. И гурт. Ребристый. Видите, да? Тридцать второй год. Но у меня двушечка. Гурт совсем-совсем лысый. Офигеть. В интернет залезу. Обязательно покажу. И вам материал приложу. Офигеть. Вот это номер. Вот это монетка. Интересный экземпляр. Интересный. Так что, блин, с нетерпением домой приеду. Первым делом сразу посмотрю на эту монету. Интересный. Ладно. Идем дальше. Итак, ребят. Приехал я домой. И первым делом сразу набрал 2 копейки 1932 года. Гурт Гладкий. Информация, конечно, скудная. И я понял то, что моя монета это не разновидность монет. А просто-напросто брак Чекана. Ну и что мы видим по браку Чекану? Так. Монеты выкладывают немного хуже моего сохрана. Полторы тысячи рублей. Ревью детектор. Сейчас посмотрим. Тоже такая же монета. Лежит на продаже, на аукционе. Выложена с 50 рублей шаг. Вот такая же монета с гладким гуртом. Так. Что еще? Вот он еще один аукцион. Монета худшего сохрана внешнего вида. И цена. Последняя ставка была 895 рублей. Блиц 900 рублей. То есть, моя монета, которую я выкопал, стоит каких-то денег. Так что продолжаем и возвращаемся на коп. Итак, ребят. С шурфом я закончил. С блуждением закончил. Планирую ехать домой. Но перед тем, как выезжать из-за леса, встретил трех комрадов. Ну, сначала одних, потом вторых, потом третьих. Приятно тем, что меня узнают, ребят. Узнают. И меня, значит, мои сморчане смотрят. И это приятно, очень радует. Когда встречают, ну, друзья. Друзья. В общем, планирую сейчас пробежаться немножко по дороге. Эта дорога, в принципе, старая. Проходил я в начало в деревне по этой дорожке. Сами помните, там я поднимал и серебрушку Павла Первого. Вот. Потом Советиков тоже изрядно поднимал. Даже трешку 24-го, крупную монету. Но дороги странно это было увидеть. И сейчас остальной участок дороги пробью в ту сторону. И посмотрю, что там будет. Может быть, что-нибудь и выстрелит интересненькое. Так что, ладно. Сейчас пройдемся, посмотрим. Итак, ребят, иду уже в обратном направлении. Несколько было сигналов, но отвратительные. В общем, на дороге кругом валяются вот такие вот вещи. Вот валяется одна чей-то каблучок. Потом вон каблучок валяется. Видно, очень много ходили по этой дороге. В общем, сигналы есть, но отвратительные. И вот у меня сигнальчик выпал. Это советская монетка, старый герб и год 26-й. 26-го года. Гурт ребристый. А до этого монета была, я вам показывал, гладкий. Так что вот такая вот дорожка с одной монеткой. Неплохо, неплохо пойдет. Итак, пришло время, ребят, с вами попрощаться. Закончили мы сегодня выход неплохой, считаю. Потому что есть несколько цинусных находок. Это двушка 32-го года с гладким гуртом. Я такое впервые вижу. И два знака. То ли БГТО, то ли ГТО. В общем, интересные знаки. Я вам сейчас все покажу. Ну, хочу вам сказать, досмотрите видео до конца. И я постараюсь эти знаки восстановить. В некоторых местах отваливается эмаль. Я постараюсь как-то что-то, блин, привести их в порядок. Так что смотрим до конца. И надеюсь, вам понравится именно моя реставрация таких знаков. Так что сейчас покажу коротко свои находки. Место достаточно интересное тем, что деревня довольно-таки старая. Самая древняя находка здесь была 1731 года. Анна Ивановна. Вот. Зачастую здесь одни советики. Исчезла она где-то в 70-х. В начало 70-х. Вот. И довольно-таки очень много было здесь дворов. Вот. 300. 300 дворов было. И камрадов сегодня здесь было очень-очень много. Сколько было? Шесть машин. Шесть машин. Вот. И в каждой машине по два человека. Вот. Так что с десяток людей сегодня было здесь. Сегодня выходной. И народу сегодня было в изобилии. Так что сейчас к находкам смотрим. В принципе получилось неплохо. Ну а по находкам, ребят, сегодня не густо. Но оказался и не пустым. Была интересная вот такая вот пуговка. Я вам ее не показывал. Я такую пуговицу вообще первый раз вижу. Ушко, к сожалению, начал выковыривать оттуда грязь. И обломалась. Ну вот такая вот интересная пуговка. Сегодня по двушкам вообще. Смотрите сколько двушек. Пять двушек. Самое интересное, что я хочу вам обострить внимание. Я, конечно, уже обострял. Но это две копейки. Тридцать второго года. Гладкий гурт. Я прям немножко в недоумении. Была пятнашка шестьдесят первого года. Двадцатка. Щитовик сманисты. Тридцать второго года. Одна царская монета с шурфа. 1899 год. Сохран бодрый. Дед просто заманивает. Это второй сигнал был. В шурфе. Вот. Первый сигнал вот такой вот был. Классный. Между прочим, классный, классный. Конечно, немного утраченный. Эмаль слезла. Но я постараюсь при желании, конечно, при возможности восстановить этот знак. И, может, вам уже покажу, как он выглядит на самом деле. Второй знак. Тоже не менее интересный. Бегунок. Второй степени. Да, по-моему, второй. Да, второй степени. Но, к сожалению, без крепежа. Эмаль вроде более-менее. Посмотрим, как почистится. Если вам любопытно, досмотрите видео до конца. И я постараюсь за кратчайшее время эти два знака восстановить. И показать вам, как они на самом деле выглядят. Попав мне в руки. Так что, вот так вот. Досмотрите до конца. Но заранее попрощаюсь. И я вам покажу, как я их почистил и как восстановил. Так что, все. Ждем. Смотрим. Итак, ребят. Ну, что. Конец выпуска. И, как обещал, будем смотреть, что в чугунке. Так, как бы его выпотрошить теперь. Ой. Но он битком набитый. Вопрос в том, либо там обычная земля, либо на дне кашка. Ну, сейчас все это посмотрим. Распотрошим его. Так, об лопату постучим. Вот неудобно. Без оператора это вообще жесть. Ладно, сейчас вне эфира. Вскрою его. Или хотя, может быть, как-нибудь сейчас камеру поставлю. Видит меня, да? Не обессудьте. Картинка будет не очень. Но зато вам будет интересно, как я это все делаю. Так, кирпичик. Здесь кирпичики кругом. Так что... Земля-то не хочет никак высыпаться. Кирпич ломается. Так. Проблемка. А внутри какая-то у нас что-то... Какие-то обломки кирпичей. Что-то такое. Любопытно. Ох, любопытно. Внутри песок. Песок внутри, смотрите. Песок. Откуда здесь песок? Мягкий стал песок. Пусто, ребят. Но факт есть в том, что есть чугунок. А в этот чугунок... Как я обещал... В этот чугунок в скором будущем я заложу монеты. И закопаю его, этот чугунок-то. От меня будет захоронен нашим потомкам клад. Да, я как-то в свое время обещал. И обещание сдержу. Нашел вот чугунок подходящий. Так что его засыпем с бугром. Монетами нашими ходячими. Советскими. Царскими. Все будет здесь. Так что смотрим. Будет довольно-таки интересно. В скором будущем будем хоронить клад. Где-то ездит машина. Камрады какие-то ездят. Ну ладно. Пойдем дальше. Хорошо. Снимаешь что-нибудь? Хорошо снимай. Ребят, сегодня 12 число. На улице 35. На солнце, наверное, все 40. Очень сегодня жарко. Но грех было не остановиться вот на таком уазисе. На белом снежном уазисе. Немножко себя... Немножко остыть. Я говорю, на солнце все 40. А здесь еще снег. Но он здесь еще будет лежать до середины лета. Так что вот такие вот у нас бывают аномальные зоны. Ну в Самаре таких мест предостаточно. Это не первое, не единственное, которое я видел. Ну все. Освежились. Снова в телегу. И по коням. Ребят, ну что, начинаем. Нашу реконструкцию наших знаков, которые мы нашли в шурфе. Вот внешний вид вот такой некрасивый. Непонятный даже силуэт. Лакокрасочное покрытие частично отвалилось. Здесь у нас ржавый вороток. Вот. Второй у нас тоже имеет такие же проблемы. Кое-где лакокрасочное покрытие отваливается. Вот. Здесь воротка у нас вообще нету. И бросаем их в нашу жидкость. Пусть они отмыкают, чистятся. Процесс, как вы видите, сразу пошел. Именно с железом процесс пошел. И начали отваливаться от него мертвые окислы. Так что, смотрим. Итак, ребята, время уже прошло целый день. В общем, почистилось вот так вот. Ничего страшного с ним не случилось. Отвалились все окислы. И, в принципе, внешний вид нормальный. Ничего не произошло. Все почистилось. Лакокрасочное покрытие, как вы видите, везде отваливается. Но оно было отвалено просто до чистого металла. Помните, да? Как я вам только что показывал. Вот. Так что сейчас я их в щеточке обработаю. И они уже будут готовы к самой реставрации. К нанесению лакокрасочного покрытия. Итак, ребята, вытащил я свои знаки из жидкости. Почистилось все хорошо. Сейчас буду убирать остатки лакокрасочного покрытия старого. И буду наносить новые. Вот на этом, наверное, все-таки часть своего покрытия оставлю. Вот вроде почистилось бодренько. Ржавая враток остался вот таким вот. Итак, ребята, отреставрировали мы с вами наши знаки. Получились довольно-таки приятные. Вот такие. Цвета брал буро-красный такой, знаете, темный. Потому что оригинал цвета было именно такого. Темного-красного. Да, частичью я снимал лакокрасочного покрытия. Но некоторые места для сравнения оставлял. И получились у нас вот довольно-таки приятные такие знаки. Классные, приятные. Здесь тоже, как вы видите, часть эмали я оставлял. И просто дорабатывал. В основном все цвета сохранил прежние. Все, что я использовал для этого, это, конечно же, для снятия старого лакокрасочного покрытия. Это обычные нифеля. Потом без иголки не обошлось. Все это дело я обезжиривал обычным обезжиривателем. Пользовался краской обычной. Какие у меня были под рукой. Лак обязательно. Ну и вместо кисточки использовал обычную зубочистку. Для поднятия рельефа и блеска, конечно же, гравюр. Вот так вот у нас получилось. Отреставрировали вот такие вот чудесные два знака. И заиграли новыми красками. Так что все. На этом до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok